Так, друзья, сильный-сильный дует ветер, ну а я сейчас приехал в славный город Ижевск, столицу республики Удмуртия, где еще ни разу не был, и попробую посмотреть, что здесь интересного. Ну и, конечно, рассказать вам о том, что же я тут такого интересного встречу, поделиться с вами. Ну, самое главное, с чем его ассоциируется Удмуртия, друзья. Конечно, это родина легендарного создателя знаменитого автомата Калашникова. Конечно же, Удмуртия – это родина бурановских бабушек. Конечно, Удмуртия – это Ижевский автозавод, где много-много десятилетий производились автомобили и мотоциклы марки Иж. Вот, поэтому это все надо будет посмотреть. Так, друзья, в общем, сел трамвайчик, еду в свою гостиницу. И, в общем, мне сказали, что можно и не обязательно двенадцатый ждать, можно и на этот доехать. Так что все хорошо. Всем привет! Бурбус. Маленький. Двадцать нару. А вот наш трамвайчик идет. Надеюсь, что наш. Нет, не наш. Это какая-то девятка. А нам нужен двенадцатый. Ну, попытаем счастье. Может быть, и этот трамвай к нам приедет. Мы на нем спокойно уедем сейчас. Так, а барбоса-то подкормили? Где он, кстати? Кто ему хотел свой пирожок отдать? Собака. Друзья, вот такой вот красивый железнодорожный вокзал в Ижевске. Время сейчас здесь одиннадцать сорок три. С Москвой разница два часа. Погода минус два градуса. Да, достаточно холодно, и это чувствуется. Ах, вот такая вот триворзальная площадь. И люди, которые обычно с нашего поезда с радостью приехали домой в Ижевск. А я в гости. Ну, зеленая травка. Не подвергайте свою жизнь опасностью. Вот это алмаз. И наш поезд тоже назывался это алмаз. Мне, кстати, сказали, что по легенде это какая-то девушка, которая, ну, в общем, легенды и мифы Удмуртии. Берегенно все статью. Спасибо. Уважаемые пассажиры, выходя из салона трамвая, не забывайте дворисище. При обнаружении... Так, друзья, мы вышли в центре, на остановке Центрального Ниверман. Здесь вот такой театр, где... Идем дальше. Здесь галерея России. Здесь какая-то конструкция, такая современная, но не знаю, что она означает. Вот, а впереди такое административное здание. Ну, честно, не смотрел еще. Видимо, или мэрия Ижевска, или дом правительства республики Удмуртия. Так, ну, а здесь вот эти вот дома, которые можно встретить на открытках, на картинках в Яндексе по запросу Ижевск. Вот эти вот 12, по-моему, этажки. Так, а здесь вот сам Центральный Универмаг. ЦУМ, смотрите, какое здание 70-х годов. Вот, тут еще одна лестница и вот такие вот современные павильоны. Не знаю, стоит ли мне подниматься по этой лестнице, потому что мне нужно чуть левее к своей гостинице. Поэтому, видимо, лучше мне идти вот сюда. Ну, и Ижевск, конечно, встретил такой метелью, непогодой. Ну, конечно, да, немножко морально я был не готов к такому повороту, потому что в Москве сейчас, напомню, плюс 10. И сегодня у нас уже... Какое ноября? 14 ноября сегодня. Вот они, эти самые дома. Ижевские. Так, здесь Reader's Pub, читающий pub. И вот она, моя гостиница АМАКС. АМАКС-отель, гостиница 70-х годов. АМАКС-центральная. Так, заселился в гостиницу. Номер 534. Сейчас 531. А, тут бра включается, когда проходишь мимо них. 532. Картина с замками. 533. Вот он. 534. Итак, рассмотрим, что будет внутри. Там, где моя карточка. А, здесь надо вставлять. Не прислоняется. Что-то не уйдет. Так, вот. Дверь наконец-то открылась. С пятого раза карточку по традиции ложим сюда. И загорелся свет. Одноместный номер. Да, все гипер-гипер скромно. Вид из окна. Да, не на главную улицу. Но ничего. Так. Сейчас смотрим еще, что здесь есть. Санузел. Душевая кабина. Зеркало. Раковина. Унитаз. Ну, в общем, все, что нужно для счастья и полотенца. Да. Здорово. Самое главное, что, друзья, мы в Ижевске. Ура. Ну, вот, конечно, еще одной неожиданностью для меня было, как для человека, который перед поездкой специально не прогуглил Википедию. В Удмуртии есть троллейбусы. Ура. Вот он. ЗИУ-9. Вот самый старый добрый троллейбус. Красотища. То есть не только трамвай, но и троллейбусы. Это как бы такой намек в Тюмени на то, что зря вы убрали свой электротранспорт со своих улиц, ребят. Учитесь у других городов российских, где все это есть. Вот. Ну, а сейчас мы посмотрим, через сколько приедет наш автобус или троллейбус. Ого, через 8 минут. А, нет, четверка через одну минуту. Так что, в общем-то, мы, может быть, еще и успеем. 14 ноября уже минус 4. Обалдеть. Да. Холодает очень быстро. Ладно, ждем наш троллейбус. Так, троллейбус нас привез на улицу Красноармейскую. Здесь вот такие вот еще сталинского конструктивизма дома конца 1920-х годов, и мы сейчас идем в сторону центрального рынка. Сам по себе рынок нам не нужен, но нам нужно то, что там находится рядом автовокзал. Вот именно мы туда и идем. И попробуем сегодня уехать в Сарапу. Один из крупных городов республики Удмуртия, с своим туристическим потенциалом, который обязательно стоит посетить. Вот. А тут вот такие вот интересные, ну, не граффити, а вот эти вот, а такие образцы удмуртского этнокультурного наследия на фасадах домов. Так, друзья, двигаемся дальше по улице Красноармейская. Из интересного здесь вот такой вот современный цирк Удмуртский. Таких зданий цирков я еще не видел. С этой стороны старинный особняк начала 20-го века, который затесался здесь между современными зданиями. Такой деловой центр Ижевский. Вот. Ну и вот, кстати, вот основное здание цирка. Смотрите, какое интересное. Ну, да, в разных городах есть такие здания, как там филармония, театр драматический, концертный зал или цирк, который вот отстроен именно так вот масштабно, современно, в которых приятно зайти и побывать внутри. Ну, в общем, а здесь торговый центр. Смотрите, такой кубик. Вот. Ну и мы уже подходим к рынку. Ну, вот он впереди. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, поскольку за окном метель, то можно провести этот вечер не гуляя по улицам Ижевска, вот, которые сейчас уже заносят метелью, а глядя последние новости и выпивая немного местного пива. Ну, сарапольское пиво я не стал брать, потому что оно какое-то все чешское, немецкое и так далее. Я взял вот такое вот пиво Kama, но оно, правда, из Татарстана. И второе пиво тоже татарское, но оно сварено по, по-моему, немецкому рецепту. Что меня в нем привлекло, так это такой импортный дизайн. Поэтому сейчас попробуем. Удмуртское, ну, или татарское, которое рядом, татарстан, пиво.